Это новость из Дагестана. Здравствуйте, меня зовут Фатима Буталибова и вот некоторые темы выпуска. 9 лет скрывался от закона. Уроженец Дагестана задержан за создание финансовой пирамиды. 10 лет скрывался от закона. Больше техники, меньше мусора. Правительство республики закупило 19 современных мусоровозов. Житель Джимикента оборудовал в своем доме целую лабораторию, правда, по изготовлению мефедрона. Подробности в рубрике Дагест. Кованые изделия, портреты Аксакалов и национальные блюда. Что еще представили на выставке в Сочи дагестанские умельцы? Смотрите в культурном блоке. Сегодня республика отмечает День Конституции Дагестана. Основной закон был принят в 1994 году, 26 июля. Праздник сравнительно молодой. Его отмечают с 2003 года. С этим днем жителей республики поздравил глава Дагестана Сергей Меликов. Хочу всех поздравить с Днем Конституции Республики Дагестан. 26 июля мы празднуем годовщину принятия основного закона республики, который закрепил государственное устройство, придал правовую форму фундаментальным ценностям нашего общества, взял под защиту самобытную культуру многонационального Дагестана, традиции, языковые особенности, сохранил единство, мир и согласие в регион. В День Конституции руководитель региона традиционно награждает отличившихся в различных сферах деятельности республики. Среди отмеченных и Магомедхан Гаджимагомедов, который спас туристов, чуть ли не утонувших во время рафтинга на Аварском Кайсу. Также Сергей Меликов поздравил Занегар Мирзабекову с присвоением звания «Заслуженный учитель Республики Дагестан». Напомним, глава Дагестана в ходе осмотра одной из больниц Рутульского района побеседовал с Занегар Мирзабековой. Оказалось, что женщина за 45 лет работы в одной из сельских школ учителем математики ни разу не получала госнаград. Глава региона пообещал исправить эту несправедливость и сегодня сдержал слово. И к другим темам. Уроженец Дагестана задержан в пензии и доставлен на родину. Мужчина был объявлен в розыск за мошенничество. Известно, что подозреваемый привлек в финансовую пирамиду большое количество людей, после чего уехал за пределы региона. В течение 9 лет житель села Мугеркан скрывался от правоохранителей и тех, кому задолжал крупные суммы денег. Также есть информация, что аналогичные преступления были им совершены в Волгоградской области. Погоня со стрельбой. В селе Казмаул Хасавюртовского района мужчина не остановил машину по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. Правоохранители последовали за нарушителем до следующего поста ДПС, где вновь попытались остановить водителя, но безрезультатно. Тогда полицейские открыли огонь по колесам. Известно, что автомобиль значился в розыске. За неповиновение законным требованиям дорожного патруля автолюбитель привлечен к ответственности. Подпорная стена обрушилась в Хаджалмахе. Пострадал участок дороги Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб. Автомобилисты вынуждены временно проезжать по одной полосе. Сотрудники Дагавтодора планируют выехать на места для подробного изучения ситуации. А затем, уже рассчитав необходимое количество спецтехники и рабочих, приступить к восстановлению участка. Дагестан закупил новую партию мусоровозов. 19 единиц грузовых автомобилей будут переданы региональным операторам для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. На приобретение техники из республиканского бюджета было выделено более 116 миллионов рублей. В приемке транспорта принял участие и премьер-министр республики. Как отметил Абдул Муслим, Абдул Муслим в дальнейшем планируется закупить и малогабаритные мусоровозы для высокогорных районов республики, куда большегрузы не могут добираться. Новая техника приобретается в рамках перехода республики на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вы знаете, что у нас очень большая проблема вообще с обращениями с твердыми коммунальными отходами и с вывозом, и с кладированием и так далее. Поэтому этот вопрос находится на контроле у Сергея Олеговича Меликова. Мы создали наш региональный оператор. Уже сейчас идет проектирование всех площадок, где будет осуществляться и сбор, и с кладировкой, и так далее, и с кладированием. Поэтому данная работа будет продолжена. У нас на самом деле большие проблемы с техникой. Не хватало специализированной, будем говорить, мусороуборочной техники. Сейчас, например, это начало тех больших мероприятий, которые мы будем делать. Новые мусоровозы с задней погрузкой на базе КАМАЗ. Объем кузова составляет 19 кубометров. По словам специалистов, такая спецтехника позволит существенно улучшить работу с ТКО. Объем образования мусора очень увеличился. Поэтому именно сейчас пик получается. Летний сезон, туристы, туристический сезон. И много того же арбуза, овощей, фруктов. В общем, органических отходов очень много появилось. Поэтому это, естественно, нам нагрузку в работе дает. Это очень своевременная и нужная покупка. Машина очень хорошая. Из того, что у нас есть на российского производства, можно сказать, самые лучшие. И я думаю, они себя покажут. И очень серьезно облегчат нам нашу работу. Усилят нашу работу, улучшат нашу работу. Мы очень рады, что нам наконец-то пришла техника. Мы ее очень долго ждали. И надеемся на дополнительную. Потому что это только одна часть техники. Еще нужна техника другого вида, с боковой погрузкой. Малая техника, которая в наши города могла заезжать в населенные пункты. Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан. По сравнению с прошлым сезоном, спрос на республику вырос на 25-30%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. Путешественники покупают как пляжные путевки в республику, так и комбинированные программы, включающие в себя экскурсии и отдых на море. Дагестан уверенно держится в топ-10 направлении организованного туризма по России. В селе Джимикен Дербенского района в частном доме сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию с 2-мя килограммами мефедрона. Еще один килограмм синтетических наркотиков, произведенного в этом же помещении, был найден в закладке в Кайкенском районе. По подозрению в производстве и продаже запрещенных веществ задержаны 4 человека. Махачкалинский суд постановил о заключении подозреваемых под стражу сроком на 2 месяца. Накануне в Дербенте на кладбище Ших-Салах неизвестные сломали надгробный памятник. Правоохранительными структурами проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. Глава Дербента подчеркнул, безусловно, такие случаи не останутся без соответствующей реакции. 62-летний житель Дербенского района погиб в результате ДТП. Авария произошла на автодороге «Кавказ» по причине несоблюдения дистанции между транспортами. В результате водитель ВАЗ был доставлен в больницу, в которой скончался от полученных травм. В Махачкале введут в действие пересадочный тариф. Он позволит вдвое сократить стоимость каждой второй поездки, совершаемой пассажиром в течение 45 минут. Кроме того, для пользователей общественного транспорта также предусмотрена транспортная карта на 45 поездок, снижающая стоимость проезда на 20%. Вклад народов Северного Кавказа в битву за Кавказ. Под таким названием накануне в Доме дружбы прошла конференция, приуроченная к 80-летию начала битвы за Кавказ. На мероприятие прибыли представители органов государственной власти, научного сообщества, а также общественных организаций. По словам спикеров круглого стола, одними из важнейших факторов, позволивших дать достойный отпор фашистским агрессорам, явились единство, сплоченность, героизм и стойкость многонационального народа нашей страны, который вынудил гитлеровцев остановить наступление и отступить. Дагестанцы строили оборонительные сооружения, боролись с немецко-фашистскими оккупантами и участвовали в кавалерийском эскадроне. Министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов подчеркнул, что данная конференция – это еще одна возможность отдать дань глубокого уважения подвигу солдат, которые героически защищали свою землю, свой аул и свою саклю. Кавказская битва шла в двух этапах – это 1-й 25 июля 1942 года по 3 января 1943 года, это оборонительный, и 2-й этап с 3 января 1943 года по октябрь 1943 года. Но этим планам, к счастью, не удалось реализоваться. Почему? В первую очередь потому, что все жители Кавказа объединились вокруг руководства Советского Союза. Здесь не было и двух мнений, как один они поднялись на защиту своей страны, своей родины, и были, скажем так, мобилизованы все ресурсы, которые обладали люди, наши граждане, которые проживали в Кавказе. Народов много, страна одна. Уникальный проект по сохранению и развитию этнокультурного многообразия Дагестана открыл Национальный музей Республики имени Таху Гози. Выставка проходит в городе Сочи в рамках проекта «Культура» в этнографическом центре «Майя Россия» на Роза Хутор. На открытие побывала и наш корреспондент Малика Курбанова. Научиться танцевать лезгинку, погрузиться в историческое прошлое, послушать национальную музыку, увидеть старинный танец горянок, попробовать традиционные блюда и даже сковать клинок мог каждый гость выставочного проекта «Народов много, страна одна». Открытие началось с представления культуры даргинцев и продолжится выставками, посвященными и другим народам Дагестана. Мы через эти выставки постараемся довести до каждого жителя Российской Федерации о тех традициях, о культуре, о быте нашей республики. И уже очень даже примечательный тот факт, что за тот короткий промежуток, в котором мы здесь уже находимся, очень много желающих приехать к нам в республику Дагестан. И вдвойне приятно, что здесь мы находим людей, которые уже побывали в Дагестане и с удовольствием посещают наши выставки. Экспозиция представляет быт сельской жизни, демонстрирует керамические и кованые изделия, домашнюю утварь, фотографии аулов, портреты аксакалов и выдающихся личностей. Шесть районов. И на этой выставке просто уникальные изделия дагестанских, даргинских мастеров, которые славятся резьбой по камню, резьбой по дереву, по металлу. И различные эти шесть районов, они отличаются небольшим диалектом, но и внешним образом костюмы. Здесь же можно увидеть, как в старину одевались даргинские девушки, их ювелирные украшения и традиционную вышивку, которую сегодня, спустя века, называют оберегом дагестанской культуры. Знаменитые на весь мир кайтакская и усишинская вышивки представлены только в Дагестане. Каждый элемент на них – знак, символ, послание из прошлого, которые несут в себе тройное значение – рождение, создание семьи, уход в иной мир. И это только часть большой и уникальной истории Дагестана, которая представлена на выставке. С особым интересом посетители знакомились с единственной женщиной-кузнецом из Дагестана, Джавгарат Магомед Кадеевой. Ремеслом предков она занимается с семи лет. На глазах у зрителей закаляется и куется сталь. Это должны быть три работника. Главный мастер, подмастер, который воздух подает. Я всегда любовала, смотря, подавала воздух им, как они работают вместе. Но после я тоже начала работать, им помогать. Они делали тонкие вещи, серебряные плавили, в среду плавили, черно ложили, полцы делали, пуговицы делали для тлуха. Среди колоритных историй о традициях и рассказ о том, как в аулах Дагестана за водой приходилось ходить несколько километров. Кувшин повязывали на спине особыми способами. Таких было несколько. Другой метод ношения кувшина. Он перевязывался таким образом. Проходило по его за нужной части. Обвязывалось вокруг тела. И вот здесь создавалась своего рода петля. Вот за эту петлю цеплялась руками. И вот кувшин очень плотно фиксировался на спине. Гости не разу удивлялись многообразию страны-горы, делились эмоциями. Махачкала – город столичный. Гуник – суровый, величественный. Адербент – веселенький и радостный. Праздничный ритм мероприятию задавал ансамбль «Акуша». Каждый их танец – душа народа. И к новостям спорта. Дагестанские боксеры завоевали 36 медалей на 20-м всероссийском турнире памяти мастера спорта СССР Хожимурада Гамзаева. Мемориал проводился в Избербаши и собрал 110 участников из 22 регионов страны. Свой вклад в общекомандную победу хозяев ринга внесли не только мужчины, но и женщины. Первые принесли в копилку сборная 8 наград высшей пробы, а представительницы прекрасной половины – еще 3. Также в активе воспитанников спортшкол Дагестана 9 серебряных и 16 бронзовых медалей. Боец Магомед Анкалаев проведет 10-й бой в UFC. В ночь на воскресенье, 31 июля, микс-файтер из Дагестана встретится с американцем Энтони Смитом. Анкалаев одержал в ведущей Лиге мира 8 побед. Успех в следующем поединке может проложить ему дорогу к бою за титул чемпиона в полутяжелом весе. Сейчас он идет на четвертом месте в рейтинге. В крайнем поединке весной Анкалаев одолел представителя Бразилии Тиаго Сантоса, отпраздновав победу единогласным решением судей. На счету 33-летнего Энтони Смита 35 побед и 16 поражений. И на этом все. Смотрите нас на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. До свидания.